Дмитрий Силов Закон выживших Автор искренне благодарит Марию Сергееву, заведующую редакционно-издательской группой «Жанровая литература» издательства «ЭСТ». Алексея Деклемешье, писатель и редактор направления «Фантастика» редакционно-издательской группы «Жанровая литература» издательства «ЭСТ». Алексея Ионова, ведущего бренд-менеджера издательства «ЭСТ». Олега Фыв-Капитана, опытного сталкера-проводника по чернобыльской зоне отчуждения за ценные советы. Павла Мороза, администратора сайтов www.3wsilov.ru и www.3wrealstreetfighting.ru Алексея Мастера-Липатова, администратора тематических групп социальной сети ВКонтакте. Елену Диденко, Татьяну Федорищеву, Нику Мельн, Виталия Дальнобойщика-Павловского, Семена Мрачного-Степанова, Сергея Ион-Калинцева, Виталия Винт-Лепестова, Андрея Гучкова, Владимира Николаева, Вадима Панкова, Сергея Настобурка, Ростислава Кукина, Алексея Егорова, Глеба Хапусова, Александра Розенфельда, Алексея Загребельного, Татьяну Соколову, писательницу Ольгу Крамер, а также всех друзей социальной сети ВКонтакте, состоящих в группе vk.com.worldsealov за помощь в развитии проектов «Сталкер», «Гаджет», «Роза Миров» и «Кремль-2222». Пролог Человек шел по зоне. Это давалось ему нелегко. Болела нога, которую он едва выдернул из аномалии. Но выдернул удачно, лишь стопу подвернул. Так что, можно сказать, повезло. Везение в зоне – вещь относительная и непостоянная. Но пока тебя не расплющило в аномалии и не сожрал какой-нибудь мутант, можно считать, что удача тебе сопутствует. И если даже ты разодрал в лоскуты одежду и расцарапал в кровь руки об шипы, продираясь сквозь заросли плотоядных кустов, а твоя распухшая нога при каждом шаге стреляет болью вверх чуть не до горла, это все пустяки. Потому что ты живой. А это в зоне удается далеко не каждому. Человек не знал, сколько часов, а может, дней он шел вот так, куда глаза глядят. Серая трава под ногами, серые тучи над головой и полуразвалившиеся серые деревенские дома, встречающиеся по дороге – все это уже слилось перед его глазами в сплошную однообразную картину, смахивающую на туман клубящейся в лощине, похожей на рваную рану в теле земли. Он давно бы уже упал и остался лежать здесь, прекрасно вписавшись в пейзаж, став еще одним грязно-серым холмом, похожим на свежую могилу. Но его словно что-то подталкивало изнутри, заставляя переставлять задеревеневшие ноги. Что-то настойчиво, требующее идти, жить, бороться любой ценой, даже если сил для борьбы совсем не осталось. И он шел, подчиняясь этим внутренним толчкам, так похожим на удары измученного сердца, не желающего сдаваться. Из рощи кривых деревьев, изуродованных радиацией, вышла жуткого вида тварь, похожая на человека, с неестественно огромным горбом за спиной. Посмотрела на одинокого путника красными глазами без век и зрачков, пошевелила безгубым ртом, в котором едва умещались длинные кривые зубы, словно пробуя на вкус загустевшую кровь, текущую по жилам измученного человека. Но, видимо, ментальная дегустация горбуна не устроила. Его уродливое лицо скривилось, став похожим на гриб-паразит, что выжирает деревья изнутри. Харкнув себе под ноги, мутант развернулся и скрылся в роще, обсыпанной хилой ярко-рыжей листвой. Но человек не заметил горбуна. Все его мысли были заняты лишь одним. Идти, 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 не останавливаясь. Куда идти? Зачем? Он не задавал себе этих вопросов, потому что все его мысли были заняты лишь одним. Нужно заставить себя сделать очередной шаг. Потом еще и еще. Человек споткнулся и едва не упал. Это заставило его оторвать взгляд от дороги, по которой он шел, посмотреть вперед и немного ускорить шаг. Оказывается, серый туман впереди стал другим. Да и не туман это был вовсе, если присмотреться. По бокам старой разбитой асфальтовой дороги маячили два двухэтажных кирпичных здания. Саму дорогу перегораживали баррикады, сложенные из мешков с песком. Лишний широкий проход оставался между ними. Грузовики едва протиснятся. От зданий вправо и влево тянулись ряды колючей проволоки, над которыми маячили наблюдательные вышки. В голове человека всплыло слово «блокпост». Однако значения его человек не помнил. Или вообще не знал никогда. Просто слово. Одно из многих, которые бесцельно плавали в его голове, словно бестолковые рыбы в затхлой воде пруда охладителя. Путник наморщил лоб, пытаясь вспомнить, что такое пруд-охладитель, но его вновь словно что-то подтолкнуло изнутри. Надо идти. И он пошел, приволакивая больную ногу и отчаянно стараясь идти быстрее. Рядовой Романенко, дежуривший на вышке, увидел движение на шоссе. Мутант? Надо же! Наконец-то! За месяц службы на КПП дитятке он ни разу не видел мутанта, о которых снисходительно сквозь зубы рассказывали деды, с их слов расстрелявшие не одну сотню этих тварей. И вот, наконец, он самый. Настоящий. Может, отпуск дадут, если удастся положить тварь раньше, чем ее заметит ефрейтор Степанов с соседней вышки. Или лычку на погон, что тоже неплохо для начала. Рядовой приник к пулемету, прищурился, выдавил половину слабины и отпустил спусковой крючок. Потому что по дороге шел человек. Грязный, оборванный, но человек. Не мутант, которых внутренняя инструкция строжайше предписывала расстреливать при приближении к кордону. Романенко оставил пулемет и подошел к телефону, прикрепленному к одной из стойк вышки. Поднял трубку, нажал кнопку внутренней связи с начальником караула. Товарищ лейтенант, дрожащим от волнения голосом, произнес рядовой. Там в зоне? Что там в зоне? Раздался недовольный голос в трубке. Доложите по форме, рядовой. Опять крысо-собаку увидели и наложили в штаны от удивления. Там человек, промямлил Романенко. Идет по шоссе. Мутант? Голос лейтенанта на другом конце провода мгновенно стал деловым и сосредоточенным. Вы помните плакаты, на которых они изображены рядовой? Это один из них? Никак нет. Выдохнул Романенко, уже мысленно видя себя на гауптвахте, за то, что не поступил так, как предписывала инструкция. Это мужчина? Оборванец какой-то? Хромой, еле идет. В зоне давно уже нет людей, отрывисто произнес лейтенант. Поэтому я приказываю немедленно открыть огонь. Отставить. Расслышал рядовой жесткий командный голос, рявкнувший рядом с лейтенантом. Что значит нет людей? Рядовой с вышки номер два докладывает, что к блокпосту со стороны зоны приближается человек, отчеканил начальник караула. Согласно инструкции? Я приказываю отставить огонь! Перебил его голос. Похоже, это командир батальона Государственной службы охраны кордона случайно зашел в караульное помещение. Ведь только он был способен реветь так, что дрожат стекла в окнах и мембраны телефонных трубок, прижатых к чужому уху. Надо же разобраться, что там за типы по зоне шастают. А вы, товарищ лейтенант, разберитесь, почему докладывает только вторая вышка, и какого мясоглота сейчас сделает наблюдатель на первой? Глава первая Самое главное, когда ночью идешь через кордон, это чтобы тебя с вышек не заметили, пока ты к дороге ползешь, прячась в траве. Это Богдан трем туристам хорошо втолковал. Ползли те правильно, старательно прижимая животы к мокрой земле, раскисшей от вечернего дождя. Прожекторы на вышках медленно и основательно обшаривали своими лучами окрестности кордона. Но высветить одетых в камуфляже четверых человек из-за высокой травы было нереально. Тем более, что по тихой команде Богдана туристы мгновенно замирали, наверняка уже мысленно жалея о том, что ввязались в столь опасную авантюру. Они все жалеют. Но коль влез в это дело, то отступать поздно. Они ползли уже больше часа. Руки туристов, цепляющиеся за мокрую землю, уже одеревенели от холода. Мышцы с непривычки болели и требовали отдыха. Но они продолжали ползти, так как понимали, здесь, на этом поле, ни деньги, ни властны, ни связи, ни положения в обществе. Здесь, что есть они, что нет их у человека, пули все равно. Наконец, меж стеблями травы Богдан разглядел две вышки, натянутые между ними ряды колючей проволоки и отлично простреливаемую дорогу, отделяющую поле от кордона. С ночным зрением у Богдана было все замечательно, лучше, чем у подавляющего большинства населения планеты. Стало таким после... Впрочем, думать о прошлом лучше потом. После дела. Главное, что нормально вышли. Вернее, выползли к конечной точке так, как хотелось. Теперь осталось дождаться, когда проедет БТР внешнего охранения, и можно действовать. Вдали послышалось утробное урчание, нарастающее с каждой секундой. Молодцы внешники, едут точно по графику, не придется ждать их, рискуя заработать простатит, лежа на холодной земле. Бронетранспортер прогрохотал в пяти метрах от носа Богдана. Так, теперь надо, чтобы лучи прожекторов разошлись в разные стороны. Тридцать секунд. Минута. Полторы. Долго еще? Послышалось сзади недовольное шипение. Это небось тот блондин возбухнуть решил, самый богатый и потому самый наглый в группе. Богдан не удостоил его ответом. Две минуты. Пора. Максимальный разброс лучей продлится недолго, потом они начнут сходиться словно ножницы. И не дай зона попасть под один из них. Потому что рядом с оператором прожектора на вышке всегда находится пулеметчик, у которого задача только одна – стрелять по любой подозрительной кочке, тени, странному шевелению травы, а уж по сталкерам, подобравшимся слишком близко к охраняемой территории, и подавно. Этот кордон не единственный. В полукилометре позади осталось хилое неохраняемое ограждение, так называемое второе кольцо, на котором развешаны предупредительные таблички «Стой, запретная зона», ведется огонь на поражение. Ради тех табличек его и установили, натянув меж столбами несколько рядов колючей проволоки, под которыми запросто пролезть можно, просто приподняв их ножом. А вот с кордоном все гораздо сложнее. Если, конечно, не знать некоторых секретов. Например, того, что под колючкой, как раз между вышками, проходит дренажная труба. Сразу за кордоном начиналась болотистая местность. Когда его городить начали, кое-где такие трубы заложили, чтобы в проблемных местах гнилую воду от вышек отвезти. Ну и замаскировали их как следует. И охрану предупредили, мол, следите за ними, как бы чего не вышло. Тогдашнюю охрану. С той поры много воды утекло, и в прямом, и в переносном смысле. Ни один батальон государственной службы охраны кордона сменился за эти годы, и про отлично спрятанные трубы все давно забыли. Кроме тех, кто помогал строить этот кордон. Таких, как Богдан. Правда, большинство тех строителей уже либо умерли от радиации, которая тут послабее, конечно, чем в зоне, но тем не менее. Либо спились, пытаясь залить самогоном всякие разные воспоминания. Поэтому не исключено, что теперь месторасположение всех тех труп только он один и знал. «Сюда быстрее!» прошипел Богдан в темноту, одновременно разрывая сырую землю вместе, отмеченном неприметной палочкой. Почти сразу рука наткнулась на стальное кольцо, за которое Богдан и потянул изо всех сил. Раскисшая почва недовольно чавкнула, освобождая из своих объятий отлично замаскированный люк, куда Богдан изогнал всех троих туристов, после чего залез сам, аккуратно прикрыв за собой стальную блямбу люка. Ползти пришлось долго, причем по мерзкой, вонючей жиже, скопившейся на дне трубы. Тем, кто полз впереди, пришлось хуже, чем Богдану, для которого туристы вытерли почти всю грязь своими телами. — Я не могу больше, — заныл кто-то впереди, похоже, тот самый блондин. — У меня клаустрофобия, я домой хочу. — Заткнись, сволочь, — зашипел Богдан. В замкнутом пространстве трубы его змеиное шипение прозвучало особенно зловеще. — Хочешь, чтоб нас всех перестреляли? Богдан неслучайно замыкающим полз. Чисто чтоб вот такие хлюпики не запаниковали, заднюю не включили и не ломанулись обратно под пулеметы. Видимо, перспектива быть застреленным блондина впечатлила, и он продолжал ползти, лишь пару раз всхлипнув. То ли жижа в нос попало, то ли слезами залился. С туристами часто случается и то, и другое. — Ну а что? Возжелали богатей и экстремалы почувствовать себя настоящими сталкерами? — На-те, чувствуйте! — Причем это еще цветочки. Чем дальше в зону, тем сильнее ощущение. Но все рано или поздно заканчивается. Труба тоже. — Здесь тупик. Куда дальше? — Это, видимо, бородач, — сказал, который первым полз. — Наиболее серьезный мужик из всей компании. Плечистый и хмурый. Слова лишнего не скажет. — Похоже, побывал где-то. Видел чего-то. — Просто так богатыми и молчаливыми не становятся. Возможно, и получился бы из него сталкер, как бы жизнь не задалась. Да судьба сложилась соответствующе. Но состоятельные люди сталкерами не становятся. Незачем им это. Разве что вот так на нелегальную экскурсию сходить, нервы пощекотать. — Дальше люк у себя над головой толкай. Только осторожно, — негромко сказал Богдан. — Осмотрись, и если все тихо, вылезай. Бородач подчинился. Правда, крышку люка толкнул сильнее, чем надо было. Так что она, резко открывшись, смачно шлепнулась на сырую землю. — Тихо, мля! — выдохнул Богдан и сцепил зубы, давя надсадный кашель, рвущийся из груди. — Вот ведь не вовремя. — Вроде и таблетками закинулся перед выходом, двойную дозу в себя загрузил. Но в последнее время лекарства помогали все хуже. То ли подделки бармену привозить стали с большой земли, то ли легкие стали гореть быстрее, чем прогнозировал фельдшер в военном городке. Да и что тут спрогнозируешь? Лучевая болезнь на редкость капризная тварь. Захочет, оставит тебя какое-то время помариноваться в собственном соку. А захочет, сожрет в считанные дни. Тут уж как повезет. Туристы замерли. Кажется, даже дышать перестали. Прошла минута. Вторая. Вроде тихо. — Выходим по одному, — просипел Богдан. — И не разбегаемся. Лежим, ждем меня. — Принято. — виновато прогудел бородач. — Понял, что накосячил. — Редкий случай. Обычно богатые всегда правы и всегда все знают. До тех пор, пока их кишки в разные стороны не разлетятся. Богдан вышел последним. — Так, вроде все на месте. Лежат, ждут указаний. — Хорошо. Тщательно замаскировав люк, сталкер осмотрелся. Вышли они, как и планировалось, метрах в пятидесяти от ближайшей вышки. Ночью прожекторы редко в зону светят. Охрана больше за внешним периметром следит, чтобы кто-то из сталкеров через кордон не пролез. А внутренние периметры так более-менее видно по ночам без прожекторов. Это из-за звезд. В зоне их на небе явно больше, чем на большой земле. Прямо все оно ими усыпано. Будто дырки в дуршлаге, которые с обратной стороны фонариком подсветили. Причем мерцают они прямо сквозь тяжелые свинцовые тучи, которыми в зоне небо затянуто постоянно. Странное явление. Пожалуй, единственный стопроцентный критерий отличия зоны от нормальной незараженной территории, если не считать искусственно созданного кордона, конечно. Но несмотря на то, что сюда прожекторами светили от случая к случаю, расслабляться все равно не стоило. Мало ли что взбрендит в голову охране на вышках. А развернуть пулемет из положения туда в положение сюда – минутное дело. Далее по программе полагалось провести группу до заброшенной деревни с ветхими домами, вросшими в землю чуть не по самые окна. Теми самыми, в которых по ночам странные огоньки светятся, будто безобидные светляки по дому летают. А зайдешь внутрь – и нету их. Куда делись? Да все в тебе уже. Кушают. Но не больно. Поймешь, что произошло только, когда кровь хлынет из всех отверстий. По большому счету, добрая и безобидная аномалия, которая убивает быстро и безболезненно, в отличие от других. После деревни на болото предполагалось сходить, да так, чтобы обязательно увидеть мясоглота. Это в устном контракте обговаривалось особо. Правда о том, что будет, если его и вправду увидеть не упоминалось. Потом в лесок, на лужайку, где пасутся двухголовые зайцы, и домой, то есть обратно в трубу. Очень быстро, чтобы успеть до рассвета. Интересная экскурсия, в общем, для тех, кто любит пощекотать себе нервишки, пройдясь немного по самому краешку зоны. Насчет вглубь, естественно, речи не было. Самоубиться можно и проще, и дешевле, и намного безболезненнее. Естественно, такая прогулка удовольствия не из дешевых, ибо все незаконное и связанное с зоной всегда очень дорого стоит. Ну а чего удивляться, если проникновение за кордон чревато десятью годами заключения? Однако все равно многие люди рвутся сюда, готовые рисковать деньгами и свободой. А если есть спрос, то будет и предложение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова